Председатель правления Анапского общества охотников и рыболовов Александр Дадура на своем месте более 30 лет. Охотиться начал с отцом еще в 12-летнем возрасте и рано задался вопросом. Отстрел производится, а кто же восстанавливает поголовье пернатых? Так он вступил в общество и в плавних реке Анапки в полуестественных условиях общество сегодня официально разводит уток и фазанов, чтобы затем выпускать их на волю. Все это по разрешениям Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Инкубируем яйцо и в этом году нам удалось получить приплод молодняка в количестве 450 голов. Это хорошее дело и мы будем набирать, так сказать, набираться опыта и увеличивать поголовье, потому как это благое дело и наша прямая обязанность всех охотников. Разведением фазанов охоты веды занимаются уже 6 лет. Цыплята вылупляются из яиц в специальном инкубаторе. В этом году оставили для эксперимента яйца на сетке фазану и примечают, что естественный выводок растет более здоровым, чем выведенный в инкубаторе. Изучили за эти годы нюансы поведения в неволе многих птиц. Решили в этом году попробовать разведение утки кряквы. В таких идеальных условиях, максимально приближенных к природным, где даже проточная вода, утки дали нормальный приплод. И главное, они так же, как и фазаны, не привыкают к человеку. Охотники шутят, сколько волка не корми, все в лес смотрит. Так и дикие птицы. Даже если к ним посаживают пару домашних уток, все равно не становятся ручными. И это хорошо, значит быстро привыкнут к вольной среде обитания. Еще один плюс. Утки кряквы, выросшие здесь, не улетают в дальние края. Сегодня в Анапские плавни на Чембурке выпустят первый приплод. Удалось инкубировать всего лишь небольшое количество яиц и получить молодняка в количестве 250 голов. Для них в естественной среде обитания сегодня устраиваются помосты, плотики, выкладывается подкормка и выпускается именно птица на эти мостки. Фазанчикам нужно еще подрасти и окрепнуть. Их кормят специальными витаминными смесями. И даже вырастили в вольерах так полюбившиеся птицам сорняки. Фазанов выпустят на волю в сентябре. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Их кормят специальными витаминами. «Кримурка»